Музей Василия Макарыча Музей Василия Макарыча Мы работаем в ограниченном формате Не проводятся в музее массовые мероприятия И не проводятся экскурсии для организованных групп При посещении музейных экспозиций Необходимо иметь маски И соблюдать социальную дистанцию Экскурсии проводятся для одиночных посетителей И для групп не более пяти человек А по режиму работы Во сколько к вам уже можно прийти? И нужно ли заранее записываться? Или ты просто приезжаешь? Да? Но в связи с пандемией Режим работы музея не изменился В летний период мы даже Увеличиваем продолжительность рабочего дня На один час Главное здание музейного комплекса Это здание школы Работает с 9 часов утра до 18 вечера Без перерыва на обед И без выходных То есть с утра до вечера в любое время Не переживая, что кто-то решил попить чай Можно приехать и посмотреть И заказать экскурсию И посмотреть самостоятельно экспозицию музея В мемориальных экспозициях Работы принимаем посетителей С 10 часов утра до 18 часов вечера Без перерыва на обед Но в мемориальных экспозициях Понедельник, вторник, выходные дни Запомнили Наших зрителей интересует То, как в этом году Будем отмечать 91-летие Василия Макаровича Что будет проходить В музейном комплексе Здесь, в Сростках День рождения Василия Макаровича В Сростках Это, конечно же, всегда праздник Это фольклорный фестиваль В гостях Ушкушина Это театральный фестиваль Характеры Это Сростинская вечерка Это встреча с писателями С актерами И, конечно же, традиционная Заключительная программа На горе Пикет К сожалению, всего этого не будет Но мы здесь заповедник Подготовил цикл мероприятий Посвященных Дню рождения Василия Макаровича 1 июля Уже стартовали две акции Онлайн, правда, в формате Эти акции проходят Одна из них Я на улице Шукшина Акция говорит сама за себя Каждый желающий Можно сфотографироваться На улице, которая названа В честь Василия Макаровича Около 80 населенных пунктов России и ближнего зарубежья Имеют улицы Носящие имя Шукшина Там на какой-то самую Оригинальную фотографию Или просто Мы хотели бы отследить Географию Географию С улицами имени Василия Шукшина Где-то просто Возможно, есть аншлаг Где-то, может быть, есть монумент В городе Барнауль же он сидит Ну, если площадь названа Именем Василия Макаровича Тогда можно, пожалуйста, сфотографироваться Фотография будет опубликована На сайте нашего музея В рубрике «Котогалерея» Еще одна замечательная акция Стартовала 1 июля Литературная акция О Шукшине высоким слогом Актеры, писатели, поэты, ученые Родные и близкие Василия Макаровича Читают стихи, посвященные Шукшину Стихи о Шукшине И стихи самого Василия Макаровича За что все-таки любят музей Василия Макаровича? В чем его изюминка? Так все едут, так все смотрят И изучают что-то, восхищаются Изюминка музея Заповедника Василия Макаровича Шукшина Заключается, наверное, в том Что посетители могут Не только познакомиться С музейными экспозициями Но и с достопримечательностями нашего села С теми местами, которые любил Василий Макарович Это и старинная часть нашего села Баклань Это, конечно, берег реки Катунь Это гора Пикет И окунуться в ту атмосферу Которую питала Шукшина Которая давала ему силы для творчества И недаром Василий Макарович говорил Что лучше всего ему работалось на Алтае Здесь он брал новые темы Новые сюжеты Как в литературу, так и в кино На Алтае жили и живут Прототипы его героев Вот если все-таки ты попал В музей-заповедник На что вот точно здесь следует обратить внимание Чтобы детальнее рассмотреть Может быть переспросить у экскурсовода Или сделать фотографию Ну, конечно, привлекает внимание Это костюм Егора Прокудина Который находится у нас в экспозиции Все посетители спрашивают О личных вещах Василия Макаровича И, конечно, привлекает внимание Рукописи Шукшина И вызывает вот такое восхищение Вызывает трепет Письмо Марии Сергеевны На могилу своего сына Я не помню Но вот сейчас мне напомните Костюм Прокудина Это красная рубаха Вот в красной рубахе идет Это он здесь с кирзовыми сапогами? Нет, другой? Нет, это костюм Егора Прокудина Заключенного Егора Прокудина Начало фильма «Калина красная» Они там песню поют Вечерний звонок Вечерний звонок Это начало фильма «Калина красная» Все, понятно Вот за каким костюмом Сюда можно приехать И какой костюм посмотреть То есть есть интерактив Есть интерактив, да Есть сенсорные киоски А в них что? А в них можно узнать О коллекциях музейных Подробную информацию О предметах узнать О новости О прошедших выставках Это все можно узнать В сенсорных киоскопах А посидеть за парты не пускаете? Посидеть за парты разрешаем Разрешаем посидеть за парты Потому что парты Это такой уникальный экспонат И школьный класс нравится Не только детям Которые с удовольствием Присаживаются за парты Но и ностальгия Они вызывают ностальгию Тех, кто сидел за такими партами У более старшего поколения То есть они немножечко другие Отличающиеся от тех Которым я, допустим, привыкла Тут немножечко такая другая конструкция Но любопытно Какими интересными и уникальными вещами Пополнился фонд Василия Макаровича За последние годы? Фондовое собрание музея Заповедника Василия Макаровича Оно пополняется из года в год Оно растет Благодаря поддержке Министерства культуры Алтайского края Мы имеем возможность что-то закупать Произведение искусства В 2018 году мы открыли для себя Имя молодого скульптора Максима Мухаева Московского скульптора У него мы приобрели Две кабинетные скульптурки Выполненные в бронзе Это шукшин на лавочке И шукшин в полный рост В 2019 году поступил Анатолий Дмитриевич Заболоцкий Передал нам раскладушку Конечно То есть раскладушка Какое-то в общее понимание Обыкновенная раскладушка На которой спал Василий Макарович Конечно, эта раскладушка Своим внешним видом Не столь привлекательная Но не замечательная история О которой нам, конечно, рассказал Анатолий Дмитриевич В 1972 году После съемок фильма Печки-лавочки Анатолий Дмитриевич снял квартиру в Москве И некоторое время там жил Купил себе раскладушку Стол на кухне Две табуретки И Василий Макарович, конечно, приезжал к нему И когда у него случались какие-то неурядицы В семье Он оставался там и ночевать Ложился на раскладушку Руки за голову Долго смотрел в потолок И восхищался Можем себе представить Даже, да, вот как если руки за голову Все-таки хорошо, что белые стены Мало мебели И житейского хламья На полу лежали тетрадки С его С рабочими записями И вот в один из таких приездов Шукшина Зазвонил телефон Звонил друг Анатолия Дмитриевича Заболоцкого Скульптор Борис Марков Они что-то долго разговаривали И Борис Сказал по телефону такую фразу Мы не оселики А твои други Игорьич и Забав Анатолий Дмитриевич громко повторил эту фразу Шукшил встал с раскладушки Убежал на кухню И что-то быстро стал писать А потом Василий Макарыч сказал Что пока ты разговаривал со своими друзьями Я закончил рассказ Други Игорьич и Забрав Ничего себе То есть у вас раскладушка Эта раскладушка находится сейчас в фондах музеев А что будет здесь непосредственно 25 июля Мы проговорили онлайн мероприятие Или вот здесь что-то будет в оффлайне Можно будет прийти и посмотреть что-то 25 июля в музее-заповеднике Василия Макарыча Шукшина Открываются две выставки Одна из них документальная выставка Шукшин начало Она посвящена 60-летию окончания Шукшины в ГИКа На выставке будут представлены работы Из фондов нашего музея И из архивов ГИКа Виртуальным посетителям мы предлагаем Онлайн лекцию с таким же названием Шукшин начало Это будет рассказ о становлении Шукшина Актера, режиссера и писателя С демонстрацией документов из фондов нашего музея 25 июля состоится открытие еще одной выставки Персональной выставки Замечательного художника, живописца, керамиста Заслуженного художника России Юрия Николаевича Капустина В экспозиции будут представлены работы Также из фондов музея И вновь написанные художником То есть все это можно будет увидеть уже с 25 июля Уже в оффлайн формате Здесь? Да, в музее Светлана Александровна, огромное спасибо, что нашли время с нами встретиться Я напоминаю, вы смотрели интервью дня Всего хорошего, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!